На Украине стремительно распространяются опасные виды гриппа, приводящие к серьезным осложнениям. По некоторым данным, спасти не удалось уже несколько десятков человек. Особенно тяжелая ситуация в районах Донбасса, подконтрольных Киеву. Там не хватает жизненно необходимых медицинских препаратов. Специалисты говорят, что одной из причин такого резкого подъема заболеваемости стало отсутствие сезонной вакцинации. Прививки поставили только 0,3% от всего населения страны. Это ЧП, это ужас. Вы посмотрите, 45 лет, 36 лет, посмотрите, 44 года. Список умерших от гриппа на Украине пугает даже опытных врачей. Эксперты заявляют, в стране свирепствует сразу несколько видов гриппа. Больше всего жертв вируса в Одессе. Там по официальной статистике Минздрава в больницах скончались 15 человек. Но в соцсети на странице одного из депутатов Верховной Рады другие цифры. По информации Ирины Сысоенко, за последние недели уже около 30 смертельных случаев. В течение недели умер, мы все удивились. Молодой парень, 30 лет. Жена и двое детей остались. Друг Арсана недавно скончался в больнице. Казалось, обычная простуда. Но уже через день температура под 40 и пневмония. Именно она чаще всего причина смерти. Большинство умерших за помощью к врачам обращались спустя несколько дней попыток самолечения. Потому у многих, как правило, грипп вызвал осложнение в легких. Пневмония протекает очень бурно. Если вечером, может быть, на снимке изменения только в нижней доле, то утром поражено оба легких поражены. И бороться с этим, поверьте, очень тяжело. Врачи скорой помощи констатируют, сбанки от заболевших не прекращаются. А обращений в поликлинике стало в разы больше. Но в Центре по контролю за заболеваниями Украины продолжают уверять, эпидемии в стране нет. На сегодняшний день ни одна область не превысила эпид-порога. Но отличается этот период иным признаком – агрессивностью вируса. Сводки о тяжелых случаях приходят из многих областей. Так, в Житомирской, в реанимации оказались сами врачи. Заразились, когда пытались спасти пожилого мужчину. Пациент скончался. А в Венеции и Краматорске, по официальным данным, жертвами гриппа стали 22 человека. Сотни людей госпитализированы. Ступенеобразно повышается температура. Ломота в теле, боль в мышцах, боль при движении глазных яблок. Температура достигает за считанные часы 39-40. Еще, заметьте, нет ни кашля, ни насморка. Здесь много уже людей на тот свет уехало. Мы же лежим в палате, просто видим, что уезжает и все. Ситуация в городе критичная. Эксперты Краматорска, в отличие от своих киевских коллег, заявляют, порог заболеваемости в их городе уже превышен. Более чем два раза в больнице, на карантине. Общественный транспорт перед каждым выездом дезинфицируют. Школьные каникулы продлили на неделю. В тяжелом состоянии в реанимации находятся около 10 детей. При этом в местные СМИ от врачей поступает информация, лечить такое количество заболевших порой нечем. Препарат противовирусный, который поступил на область, спасет ситуацию. Но на самом деле поступило на область 400 упаковок, а в Краматорск всего 70. И на каждое лечебное учреждение пришлось по 10 пачек. А на курс лечения нужно 2 пачки. То есть всего лишь 5 человек может воспользоваться этим препаратом. Эпидемиологи предупреждают, пик заболеваемости еще впереди. На Украине грипп только начал распространяться. Продажи антивирусных препаратов выросли в разы массово. Раскупают бахилы и маски. В некоторых аптеках их уже не найти. Алена Германова, Анна Пузанова, Первый канал, Украина.